О герое нашей следующей истории мы уже рассказывали. Это Василий Петрович Найденко, пенсионер из Нижегородской области. Он сделал ремонт в местной больнице за свой счет. После нашего репортажа в родном селе Найденко стал мега популярным, а вот недавно получил премию и 200 тысяч рублей. Их он тоже потратит на благое дело. С героем нашего времени в очередной раз пообщалась Ксения Крихели. А тяжесть, это вообще, значит, для моих суставов это уже трудно поднимать. Горжусь. Василий Петрович пока еще не решил, в какой угол поставят награду. Вот так вот будет стоять. Известно одно, он теперь победитель. Тяжелая хрустальная статуэтка этому подтверждение. И когда уже ее там объявили, и вручили все, и как будто во сне все это. Ну, это надо прочувствовать. Ну, выступил, значит, зажег зал весь, сорвал бурные овации. 18 кроватей, 18 подушек, 18 тумбочек, 18 матрасов. Все было древнее 50-летней удавности. Ему 77. Всегда в гуще событий. В Москве, как и в родном селе, на расхват. Все началось три года назад, когда загремел на больничную койку. Долечиваться пенсионер сбежал домой. А потом вернулся, чтобы отремонтировать ту самую палату номер 13. Я вот лежал здесь, а 35 лет не ремонтировалась. Значит, плиты, шов этот был, вырвались оттуда и сыпятся. Значит, стены черные были, обои по метру уже сгнили. Лежишь, оно же угнетает все. На обновление той палаты потратил 21 тысячу рублей из собственных сбережений. Василий Петрович тогда подумал, не было богатым, нечего и начинать. Взялся за ремонт больницы. Идею подхватили сельчане. Помогали, кто сколько сможет. Насобирали больше миллиона. Так и появился проект «Делай добро». Деньги по-прежнему отдают энтузиасту лично в руки. Василий Петрович теперь в красных баках знаменитость. Местные говорят, на таких мир держится. Вместе с наградой пенсионер получил премию 200 тысяч рублей. Сомнений в том, куда потратить, у него нет. Это не мои деньги. Это народные, я считаю. Почему? А потому что мой проект, да, проект мой, именной. Но народ же поддержал его. Это мы вместе сделали все. А уж на что потратить, он точно знает. Вот присматривается к новым стройматериалам. Есть, вот такие вот я и буду брать. Ремонт в больнице не закончен. После палат будут обновлять коридоры. А он все-таки бывший прораб. Толк в этом знает. Еще одна главная боль Василия Петровича – разбитые дороги в селе. Вот закончит обустраивать больницу, возьмется за них. Остановиться и жить просто так, смеется пенсионер, уже не получается. Это все, что останется после меня. Это все, что останется после меня. Это все, что останется после меня. Ксения Крихели, Михаил Артемов, Инна Маркев и Ксения Хворых. Вместе Россия.